Всех приветствую, мои родные и любимые христолюбчики, все моему сердцу, дорогие брат и сестры во Христе, и все люди на земле. Всем желаю всего самого хорошего, всякого блага в души ваши, в дома ваши, в сердца ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. Есть такой комментарий к одному из моих роликов. Я обещал на него ответить. Юлия Булентаева к ролику «Что выбрать?» Святой грешник, любовь истины, любовь греха и трусость, отказа от греха, написал такой комментарий. Добрый день, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, если нужно выйти из секты, то належит остаться одному, а как тогда слова Иисуса Христа о том, что там, где двое или трое, и он посреди них. Получается, нужно и выйти из одной системы, чтобы создать новую. Создавать новую систему никакой не надо. Вот по поводу Евангелия, вы знаете, когда мы ссылаемся на слова Иисуса Христа, я уже много раз говорил, обязательно надо знать контекст. Контекст его речи, контекст эпизода, я называю эпизодов, хотите события, как угодно, которые происходили. Ведь, скорее всего, кто-то задал какой-то вопрос. Иисус на него, скорее всего, ответил. Возможно, пространной речи, возможно, короткой. Возможно, этой речи и этому событию, этому даже диалогу что-то предшествовало, или что-то последует. Это очень важно. Следующий контекст – это вообще все Евангелие, вся жизнь и учение Иисуса Христа. Следующий контекст мы можем взять, ну, еще в большем. Это весь Новый Завет. Посмотреть, что у апостолов есть, что согласуется с этим. Возможно, есть чуть ли не параллельные места, говорящие об одном и том же. Возможно, чуть ли есть не толкование этих мест, или какие-то мысли, которые открывают нам общую истину, в каком контексте смотреть. А в оконцовке есть Библия. Не в оконцовке, вернее, а в предпоследнем шаге контекста. Это Библия. Что у нас есть при сотворении мира, где чистый истинный Бог творит бытие. И какие-то крупички истины можно и в писаниях Ветхого Завета узреть, да, и они лишь мазками подукрасят и подоткроют эту истину. А вообще, все надо смотреть в контексте, в оконцовке истины. В чем же суть жизни? Создать секты, что ли? Одну, вторую, третью. Разве Царство Небесное – это Царство Сект? Вы знаете, мы все время вот уткнулись в эту Библию, в Библию, в Писание, в Святые Писания, кто-то называет, кто-то еще куда-то уткнулся. И хуже того, если вы уткнулись в учении вот именно своих сект. Слушайте, вот вы всегда посмотрите вот сюда. Иисус сказал, что Царство Божие, оно вот здесь, Царство Небесное. Я вот вам скажу, слушайте, я бы хотел в Царстве Небесном ходить по палочке, по струночке, по знакам дорожным, как запрограммированный робот. Ходить по субботам в какие-то собрания. Да может я в субботу, в Царстве Небесном, хочу лежать на бережку прекрасной речки. Один, может быть, хочу это даже делать. Может быть, вокруг будут какие-то животные, ангелы. Разве это похоже на Царство Небесное? Хорошо, вы создадите другую секту, туда вы тоже обязаны ходить. А зачем? Где нет свободы, там нет истины. Истина в трех природах существа. Любовь, свобода и бессмертие. Их не надо доказывать, они просто есть. И каждый знает, что они есть. Но Иисус нам еще их явил во плоти. Бог явил во плоти. Вот и все. Явившись во плоти, верни. Ну, к этим стихам мы все-таки вернемся. Я хочу вам показать, что вот даже эти стихи, это же 18 глава Евангелия от Матфея. Я специально все выделяю речи, диалоги, речи Иисуса. Всегда оранжевом курсивом у меня речь с ним беседующих, или вообще прямая речь людей у меня всегда синим курсивом. Речь автора черным текстом обычным. Вот обратите внимание на 18 главу. Вам не кажется, что она вся оранжевая? Ну, картинки вы видите тоже, да? Вы не обратили внимания? Ну, не считая, вот тут есть мои серые тексты, это ссылки на параллельные там места. Я их в будущем сейчас подчищаю, чтобы эти тексты были более-менее. Мне кажется странным, что 18 глава, она вся оранжевая. Следующая, 19 глава, начинается эпизод. Не зря этими картинками насытил, чтобы сразу было видно, чтобы не надо было даже читать. Вы помните этот случай, где спрашивают, можно ли, позволительно ли разводиться с женой своей? Ну, и чтобы картинка была говорящая, я сразу их дополняю. Вам все становится ясно, что речь переходит к какому-то иному эпизоду. Ну, 18 глава, может, пока вы не понимаете, что она единая, хотя я мужа текст оранжевым показал. Можем обратиться еще и к 17 главе. Что же ей предшествует, кто помнит? 16-17 глава, это тоже неразрывная вещь, это преображение Господня, перед которым предшествуют вопросы, кто ты, кто я, за кого меня почитают, да. Потом исцеление этого сына, бесноватого сына некоего отца, да. Потом к ним подходит, просят там налоги заплатить, вы помните, Петр идет, и у рыбки рода стоит изо рта монетку. И вот вам, пожалуйста, 18 глава, это отдельный эпизод, который начинается независимо от прошлого. С чего эти стихи, я вам просто, почему мы к 18 главе обратились, потому что эти стихи, как любят говорить, точная ссылка, 18, двоеточие какая, где они у нас, вот они у нас, ибо где-то, 18-20, ибо где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Слушайте, ну до 20 стиха все оранжевое, и после 20 стиха тоже все оранжевое. И более того, мы видим, что это неразрывная беседа Господа с кем? С учениками. Давайте прочитаем всю «А куда деваться-то?» Вот меня просят ответить на вопрос на 18-20. Как я могу ответить на 18-20, если мы не знаем весь контекст главы? Хотя, я говорю, потом мы его расширим, естественно, до контекста истины. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, то есть идет новый эпизод, мы видим после той рыбалки Петра, который, поймав рыбу, достал у него монетку изо рта и заплатил налоги за себя и за Иисуса. Ученики приступили с каким вопросом? Ну, всем известный у них излюбленный вопрос, кто больше в небесном царстве, а это небесное царство у них было на земле, они все время кичились, кто из них больше или меньше. Иисус, призвав дитя, поставил его посередине их и сказал им, давайте я приближу, чтобы покрупнее текст у вас был, и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь, ну, тут слово обратиться, покаяться, если не покаетесь и не будете как дети, не войдете в небесное царство. Итак, кто умолится, как это дитя, тот больше в небесном царстве. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одно из малых сих верующих в меня, одного из малых, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы наприйти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя вот вырывают тоже эти стихи, их к греху прилепляют, разве здесь Иисус говорит о подобном случае, как мы помним, в Нагорной проповеди шла речь, что если чуть ли идешь не прелюбодействовать, извинять жене там или мужу, то лучше действительно вырви себе глаз и оторви себе ноги. Здесь уже Иисус говорит о чем? Здесь Иисус уже говорит о теле Христовом, да, о церкви, о так называемых братьях и сестрах во Христе, потому что Павел потом именно церковь и назовет телом Христовом, что все мы опорознен члены. Кого он называет рукой или ногой? Мы только что 7 стих с вами прочитали. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы наприйти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, кто такой рука или нога? Вообще о чем идет контекст? Ученики приступили Иисусом. И с вами все в теории кто? Исповедует Евангелие, пытается по нему жить, поверив в него, во все. Словам Иисуса. Мы все с вами кто? Ученики Христовы. Он наш учитель, мы ученики. Так здесь кого рукой или ногой называют? Горе миру, через который соблазн приходит человеку, или нога или рука твоя соблазняет тебя? Я говорю, вырывая стихи, ну что только можно по ним придумать. Вот тут Иисус уже прямо называет, я говорю, церковь, тело, церковь, точнее, да, его учеников телом своим. Это же не Павел этот образ придумал. На самом деле Иисус, казалось бы, прямо нигде не говорит. Ему думают, это Павел такой прекрасный образ дал. Нет, как мы видим, оказывается, сам Иисус их уже этому учил. Что ученик Христов, который рядом с тобой где-то находится, это оказывается рука или нога Иисуса, а может быть глаз, может быть сердце, может быть почка, может быть нос, да, ну образно, конечно, все это. Ну смотрите, вырвите эти стихи, начните читать с восьмого стиха, без седьмого, а если вообще без всех, от начала. И сидим, гадаем, что тут написано, как написано. А что же Иисус говорит вот таким людям? Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себе. О ком речь идет? Конечно, вы скажете, что в принципе эта речь обращена, конечно же, и к соблазняющему человеку. Это уж тоже однозначно. Я с этим ни капельки не спорю. Конечно же, Иисус говорит то же самое. Он как бы дает, как он давал заповедь, не прелюбодействовать и даже не думать об этом прелюбодеянии, да, не о сексуальных помыслах. Кто мои ролики видел, сексуальные помысли человек приходит сами по себе. Он не властен над ними, да, над какими-то фантазиями, эротическими или еще какими-то. А вот принимать мысли о грехе и их развивать, да, скорее всего, ты свалишься. И здесь, конечно же, Иисус в первую очередь обращается, я даже начал со второго, ну хорошо, мы скажем о первом. Это, ну я думал, что это естественно, ну ладно, мы об этом тоже скажем. Конечно же, прежде всего, Иисус говорит, это о самом тоже человеке. Это опять та же самая речь, что если действительно я всем говорил, слушайте, я, конечно, почему я так проповедую, там, почитай Коран или еще что-то, ты будь истинным христианином. Ты выбери, ты свободен. Если ты боишься читать только потому, что ты боишься соблазниться, с одной стороны, значит, ты и в истине стоишь только по каким-то угодным причинам, только не потому, что ты ее действительно сознательно всем, своим умным сердцем, всем своим утром принимаешь, что тебе ближе не рубить шайкой на голову всех иноверных, да, а действительно отдать жизнь свою, да, нести крест, быть связанным, оплеванным и так далее. Что тебе ближе, Евангелие или, там, мусульманство? Евангелие, где о любви к врагам говорится, да, или буддизм, который много говорит о том, что не причиняй зла, но любви к врагам оно, как таковой, не проповедует жертвенной любви к врагам. Конечно же, речь идет об этом, Иисус говорит, если глаз твой единственной, если ты понимаешь истину, вдруг по какой-то причине что-то тебя все равно влечет, что-то тебя соблазняет, но ты понимаешь, что это соблазняет тебя внутри, тьма твоя, вот, то, конечно, оставь это. То же самое общение с какими-то людьми, вот, ты, говорю, как там, ты идешь на это прелюбодеяние, Господь говорит, вот именно оторви себе ногу, здесь то же самое. Одно дело, ты сильный в духе, ты можешь общаться со всеми, если, конечно, ты соблазняешься, хотя тут до эры надо, конечно, в жизни возрастать и учиться, если ты соблазняешься, видишь, что ты, на самом деле, ты чувствуешь, что ты предаешь истину, при этом соблазняешься, то тоже как-то странно, я говорю. Вы знаете, антиномий в жизни очень много, я о них очень часто, кто слышит меня, говорю, это одна из тех же самых антиномий. С одной стороны, ты должен бегать соблазнов, да, казалось бы, мира. А с другой стороны, Господь говорил, светите в мире, как ты будешь светить в мире, если он лежит вот весь в соблазнах, Господь говорит, ну, должно прийти соблазнам, это нормально, мы не соблазны должны уничтожать, и уж тем более не их носители, да. Это горе тебе, если ты станешь этим источником соблазна. А как ты будешь светить в мире греха, если ты спрячешься, светильник не ставят, под сосуд и под кровать. Вот. То есть, конечно же, вначале вы должны, ну, понятно, тебя тянет больше евангельский свет, изучи Евангелие, там, почитай. Я не говорю, что тебе... Я сразу, кто знает, параллельно читал Библию, Коран, иудаизм, буддизм, все на свете стал сразу. И, естественно, я сразу определился, потому что видел, где действительно свет, любовь, радость. Пример, какой сам Иисус был, да, прежде всего. А там какие примеры. Рубить голову, много ума не надо. Конечно же, здесь прежде всего говорит о личном, да, что ты сам смотри, не стань источником этого соблазна. Но я вам почему именно комментирую, что Иисус плавно говорит, или здесь образно, так скажем, и плавно переходит к тому, что и церковь – это тело Христово. И поэтому тот, кто тебя, и кто, неважно по какой причине, он решил свалиться в гиенну огненную и стал источником этого соблазна, то ты тоже смотри. Лучше тебе этого человека отодвинуть от себя. Лучше тебе его даже не видеть и не слышать, вырвать глаз. Я сейчас покажу вам это, что Иисус об этом дальше прямо будет говорить, а здесь мы уже видим это в образе. Поэтому, что тот, кто соблазняет, становится источником соблазна. Понятно, делай, что хочешь, только не стань этим. Сам себя в гиенну огненную не отпусти. И наоборот, если тебя кто-то соблазняет, член церкви, так называемый, ученик Иисуса, он себя называет, является для тебя соблазном, а он так считает, ну ты видишь, что он в грехе, лежит в грехе, творит грех, то отодвинь его от себя. Лучше тебе одному, но войти туда, чем вам обоим. Я всем говорю, слушай, почему я должен с вами в грех валиться? Вот вы это делаете, это проповедуете. Почему я должен замолчать и говорить, чтобы тебя не обидеть? Ты уже от Христа, может, отвалился. Я, чтобы тебя не обидеть, даже о Христе говорить не буду. Это же может до такого безумия дойти. Иисус и говорит, что вы можете тогда оба, куда пойти? За ручки взявшись, тебе кажется, это любовь. Это никакая не любовь. Вы заглушили оба истины, и оба стали грешниками. Ниже мы увидим, что Иисус об этом просто прямо будет говорить. Почему я говорю, что здесь прекрасно, Иисус дает образ двоякий сразу же. О чем же говорит Иисус дальше? Смотрите. Но при этом Иисус говорит, вот этих всех, которые становятся даже источниками соблазна, и казалось бы, участь этих людей уже в гиене огненной, Иисус что дальше говорит? Смотрите вы, которые отодвинете его. Почему я говорю, что здесь Иисус сказал, вам кажется, что я толкую. Но я говорю, это точно так же, вы знаете, Иисус не мог в каждое слово еще тысячу мыслей вложить. У нас вот такое вот Евангелие. Он это говорил где-то в других местах. Сейчас скажет ниже. Я всем говорил, все мои толкования, это я обычно говорю, то, что было до, еще пережевываю, и то, что будет после, вот и все. Он сейчас об этом прямо скажет, и грубо говоря, мы туда вкладываем, мы же как раз Иисус хочет, чтобы мы уразумели его слова. Вот я вам говорю, мы их уразумеваем, и просто более пространное даем им определение, только потому, что мы что-то читаем дальше. А смотрите, что мы читаем. Иисус говорит, но при этом не прозирайте ни одного из малых сих. Да, они маленькие, да, они свалились. Но у Бога, это все Божье творение. Любой человек самый негодяй на свете. А уж тем более, если он что, именует себя плохо, хорошо учеником Христовым. Пусть он еще от веры не отвалился, от теоретической, просто высоса Христа. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо моего Отца Небесного, ибо Сын Человеческий пришел не взыскать, а спасти погибшее. Пришел взыскать и спасти погибшее. Я не добавил, и тут же А добавил. Взыскать и спасти погибшее. Ты отодвигаешь этого человека, да, но ты не презираешь его. Ты не кричишь, а все, грешник в аду горит тебе, иди отсюда. Бог на тебе клеймо поставил. Нет. Ты стараешься, все равно будешь, я говорю, по мере того, сколько ты можешь к этому человеку приблизиться, чтобы самому не соблазняться от него. Да, ты можешь светить. И ни в коем случае, я говорю, ни в сердце его прежде всего не презри, даже ты никаких действий не будешь проявлять. И уж тем более, чтобы это презрение не проявилось никак в делах, а прежде оно как проявится, если ты его в сердце не будешь иметь. Ты будешь плакать, грубо говоря, об этом человеке, об ученике Христовом. Вы чувствуете, к чему мы подбираемся, к этим словам? Я говорю, вырывают все вот тоже, вот где двое или трое. Смотрите, о чем Иисус рассказывает. Иисус уже и разговаривает, то он с учениками. Не забывайте, тут тоже очень важные моменты, когда мы читаем эпизоды, всегда обычно написано, говорил к народу, к ученикам, с фарисеями. Это же очень важно. Люби Бога, первое наибольшее заповедь. Его спросили, что в законе написано. Никакая в истине. И то Иисус, конечно, этот закон, как всегда, перевернул по-своему, сказал, что любовь к Богу, к ближнему, это одно и то же. Подобие, это одно и то же практически. Но разве кто-то считал по-настоящему Ветхий Завет, так скажем, в оригинале, от начала до конца, разве Моисей вкладывал, что это одно и то же? Конечно, нет. Это уже Иисус вложил. Но спросили, опять же, что написал Моисей в законе? Это очень важные вопросы. Здесь то же самое. Мы чувствуем уже, что мы сейчас здесь, тем более, это 18 глава. Надо понимать контекст. Это уже последние дни, может быть, месяцы перед арестом Иисуса своим учениками. Это как будто уже мы, те, кто приняли, те, кто с ним долго ходим, а может быть и недолго, неважно, только пришли в его тело, так скажем, стали частью тела Христова. Вот к кому эта речь обращена. Здесь Иисус притчу рассказывает. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то он не оставил ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится, найдет ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. То есть, ты не должен, что такое презирать, не ставь клейма, не ставь крест на этом человеке, на этом ученике. Вот иногда многим кажется, что я такой жестокий, или такой ревностный, горячий тут от всех. Нет, я говорю, я просто не хочу участвовать в ваших грехах. Вот и все. Но при этом никто не говорит, я рад спасению буду каждого человека, и поэтому вот именно даже вот этими вот проповедями, горячими, где-то обличительными, и ультимативными такими, что я готов даже порвать с вами общение ради истины. Это все только вот это. Но я ни в коем случае, я всем говорю, ты судишь. Я говорю, ну как я сужу, если я сам исповедую, что никакого суда Божьего нету. Есть суд Христов, а Христос внутри вас есть. Ты сам себя судишь. В тебе какая природа? Ты уподобился Христу, ты стал совершенным, как Он. Вот и смотри на себя. Разве Иисус позволял себе убивать животных? Ни грамма. Ты сам кто-то есть, просто смотри на себя. Вот и все. Вы сами себя судите. Вы сами в эту гиену огненную идете. Никто вас туда не посылает. Вы сами ее хотите. Вы жаждете ее просто своими делами. Вот и все. Так. Дальше с вами чувствуете? Идет такое. К чему? К чему разговор-то? Где двое или трое? Во имя мое. Все идет об ученичках, а нас с вами. Дальше мы читаем, какой еще есть пример Иисус говорит? Если согрешит, против тебя брат твой. Так. То есть против меня грешит член церкви, ученик Христов, которых мы называем братьями, сестрами, неважно какой национальности. В еврействе брат был, в иудаизме только еврей, да, в израильском народе. У нас теперь все, кто, так назовем, исповедал учение Иисуса Христа, старается по нему жить, нам брат и сестра, да, и матерь, как Иисус сказал. Все, кто соблюдает мои запады, тот мне брат и сестра и мать. Так. Я не зря здесь напомнил, давайте, а то это как-то быстро сказал. Вы помните, о чем Иисус сказал? Иисус сидит в некоем доме с людьми, ученики, и в дверях приходят его братья и сестры, взять его, думая, что он сошел с ума, родственники. Ему докладывают, вон стоят, они прямо в дверях стоят, просто подойти не могут, ну и не знают, как при всех, наверное, взять его. А он проводит пальцем, вовсе говорит, кто, мои братья, сестра и матерь, те, кто исполняет волю небесного Отца. Так до какого времени я ученика Христова, который себя так именует, называю братом и сестрой, и матерью, до тех пор, пока он живет по Евангелию? Так, и что же получается? Вот вы живете, вот у вас тело Христова, церковь, ученики, а Иисус рассказывает такую вещь, если же согрешит против тебя брат твой, пойди, ну тут слово обличи его, как только не поносит, почему-то пойди обличи, вот именно сейчас будем читать тет-а-тет, начинай чуть ли не ролики в интернете записывать на своего брата, это, конечно, караул вообще, Иисус этого не говорил. Если же согрешит против тебя брат твой, во-первых, там, я говорю, особенно в Луке, кстати, написано, перевели так, это мы еще с вами синодальный перевод читать, можно читать русский, и то, что сказал Иисус на еврейском, до нас мы теперь уже знать не знаем, смысл понятный, и мне у Луки, конечно же, и, кстати, то же самое, у меня есть на этот ролик, тоже, кстати, на проповеди, можете поискать, я же тогда его записал, на вот это, на второзаконие, осуди, по-моему, я вот так же пальцем тычу, значок ролика сделал, найдите, обличи, осуди, убей, что-то такое, ну, кто хочет попросить, и я дам ссылку под этим уже роликом, в комментарии, или в описании к видео, да, в принципе, на плейлист люби ближнего, перейдите, у меня есть на этом же канале, на Христалю проповеди, и найдете там, там, на блече, осуди, я такой записал, то же самое, кстати, в Ветхом Завете, ну, понятно, там, на Моисея все надо с осторожностью ссылать, там было именно выговори, выскажи ему, открой ему, он тебя обидел, вот что ты сделал, зачем тебе держать обиду на этого человека, человек грешит, против тебя согрешил, завтра против другого согрешил, может он тебя своровал, и ты увидел это, камера была, он там в раздевалке пошел, в вашей церкви, или где-нибудь в спортзале, куда вы ходите, у тебя же деньги стащил, что Иисус учит нас, промолчать, нет, он говорит, пойди, скажи ему, и обличи его, ну, или упрекни, выскажи ему, выговори ему, между тобой и им одним, если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего, так, значит, если человек против меня грешит, ученик Христов, я ему что говорю, слушай, ты не по Евангелию поступил, ты меня, ты не по любви поступил, хорошо, он не слушает, отнекивается там, может, у тебя даже доказательства есть, но он понимает, что ты один, начинает извиваться, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подвергнуть всякое слово, хорошо, если же не послушает их, скажи всей церкви, какое у вас есть там собрание, неважно, кстати, церкви, они пресвитерам, священникам, не судьям церковным, как придумали это в сектах, суды какие-то, это вся церковь, там все участники, там нет никаких священников, попов, пресвитеров, монахов, а если церкви, церковь это собрание, кто не в курсе слова, это не ваши вот эти вот капища, я говорю, это не ваши эти попы, которые с железными дубинками ходят, с этими посохами, иерархи там, и махают имени, церковь это собрание, вот, все там имеют в этом плане равные права, да, и что же Иисус говорит, если он тебя не послушает, то да будет он тебе, как язычник, и мытарь, слушайте, мы подбираемся с вами к тому стиху, о котором, забыл, как зовут, Юлия Булентеева, меня спросила, мы уже почти на этом стихе, так, значит, человек, член церкви, который назывался мне братом и сестрой, которого я называл, он меня называл, грешит против меня, не будем сейчас даже фантазировать, какими видами грехов, он может согрешить против меня, написано, Иисус сказал, мы не будем рожевывать, Иисус не стал никаких житейских примеров приводить, так, я ему высказываю, он не слушает, я еще беру братьев, он не слушает, перед всем собранием разбираемся, он с ром не служит, Иисус говорит, будет как язычник, и мытарь, слушайте, иудеи, евреи, даже с самарянами не общались, уж язычник для них, вы все знаете, что все гои для евреев, это собаки, все язычники, и уж мытарей они ненавидели вообще, потому что они были на службе у римлян, обирали собственный народ, Иисус, где тут двое или трое собраны во имя мое? Сейчас же мы к этой фразе подбираемся, это значит, я хожу в собрание, там есть человек согрешивший против меня, попытались разобраться даже перед всем собранием, он не послушал, он остался в своем грехе, признать его не хочется, справляться не хочется, мы с ним ходим в одно собрание, но Иисус сказал, чтобы он мне был, как язычник и мытарь, причем Иисус говорил все-таки евреям, я говорю, они даже с самарянами не общались, язычник и христиан не шла, они ими не то, что пренебрегали, хотя Иисус только что нас учил, что тот человек, который соблазняет, через который приходит соблазн, а кстати, возможно, этот человек грешил против меня, той же самой, как ты говоришь, какой-нибудь ересью, какой-нибудь ложью, или тем же самым грехом, он же меня соблазняет, он же грешит против меня, по сути, ученики Христового, члены церкви, они даже грешат против, грубо говоря, себя, они грешат и против меня, Иисус говорит, что он будет, как вы будете ходить в одно собрание, слушайтесь, там через годик, там уж точно все друг другу станут язычниками и матарями, вот как они будут ходить, и какой там будет Христос, расскажите мне посреди них. Так, ну давайте, что дальше почитаем, мы же не будем речи Иисуса прерывать. Истинно говорю вам, что вы завяжете на земле, то будет завязано на небе, и что развяжете на земле, то будет развязано на небесах, на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот эта фраза. Слушайте, мы перед этим прочитали, что в этом собрании, я говорю, давайте мы это спроецируем, я говорю, что через год там все друг другу будут матарями, язычниками, терпеть друг друга не могут. Вот где эти двое или трое, ведь Иисус же эту фразу-то сказал, говорю, посмотрите, после чего. Разве Иисус говорит, что такое Иисус? Кто такой Иисус? Иисус есть Бог, Бог есть любовь. Где двое или трое собраны, что значит во имя Мое, во имя Любви, во имя Любви, то есть я люблю. То есть где двое или собраны, где собраны двое или трое любящих людей, там естественно кто? Я посреди них. Существительный глагол. Я есмь Любовь. Как эта Любовь проявляется? В делах. Сущность. Сущность существительная. Бог есть Любовь. Бог нас любит. Это глагол. Если я есмь Любовь назвался, то я что? Я люблю. Да, если мы любим друг друга, собрались, значит Любовь посреди нас. Все логично, естественно, да. Какая Любовь будет между вот этими людьми? А вот Иисус, когда сказал, истинно говоря, что вы завяжете на земле, то будет завязано на небе, и что развяжете на земле, то будет развязано на земле, Он к кому обратил вот эту речь? Кто мне ответит? Он обратил речь к тому, кто в грехе закисает и не хочет покаяться, или к тому, кто против кого грешат, и для того, получается, Он его что, не прощает? Слушайте, вдумайтесь вообще в эти слова. Получается, Иисус сам себе противоречит. Он тут же говорит, чтобы он был к нему, ему как язычник и мытарь, и тут же говорит, эта же речь, конечно же, обращена к кому? Кто завязывает-то здесь? Ну, казалось бы, тот, кто отстраняется, да. Хотя я вам опять скажу, что эта речь обращена к обоим. Это те же самые фразы, это лишь другие фразы, что посеете, то и пожнете. Что-то себе здесь, и то, это же вот слова, это синодальный перевод, завяжете, там развяжете, слушайте, но есть слово свяжете. Особенно женщинам будет близко, может кто-то, кто меня слушает, даже вяжет. Что ты здесь свяжешь, какое-то там и будет. Что ты внутри себя вяжешь. Слов полно, переквашивать, да, Господь, Царство Небесное, какими только образами нам не рисовал. И хлебом, заквасным, и деревом, и внутренним человеком, кто там родится, урод или красивый, да. Вот вам, пожалуйста, вязание, можно то же самое. То есть, то, что ты сделаешь внутри, то что, все время, Царство Небесное внутри вас есть. Что, что сейчас, потом откроется. То, что ты здесь вяжешь, что ты здесь созидаешь, что ты здесь создаешь внутри себя, какой дом строишь. Иисус и такую притчу строил, что всякий разумный человек, неразумный. Павел потом писал об этом образе, что дело каждого испытуется, у кого есть дерево, есть камни. Иисус говорил в той же самой нагорной проповеди, что благоразумный человек и тот, который построил дом свой. Что такой дом свой? Ну, внутренность свою на камне, да. Вот. А камень кто был? Иисус? Нет. Соблюдение заповедей. Там все вырывают, все перевирают. Он говорит, кто слушает и исполняет, тот подобен человеку благоразумному. Камень – это не Иисус, это не вера в Иисуса, это исполнение его заповедей. Это очень важно понимать. Это святая жизнь. Вот кто решит на святой жизни, на учение святой жизни, исполняя его, строить свой дом, да, исполняя, то есть строить, то да. Это только чертеж. Евангелие – это только чертеж. Заповедь, которую мы слышим, это только чертеж нашего дома строительства. Его еще надо построить внутри себя. здесь то же самое Иисус говорит. Во-первых, Он обращается, конечно же, первое, я говорю, к тому, кто завязывает этот грех, кто не хочет раскаяться, а кто разрешит это в себе, да, раскается, откроет свое сердце Богу, истину, потому что он грешит, он закрывается от Бога, он как Адам, прячется с Евой под кустиками рая, да. На самом деле, все мы в раю, Бог просвещает всякого человека, и жизнь дает Бог всякому человеку. Это раз. И я вам скажу, что в принципе, притягивать это к тому, что кто должен простить, я вам скажу, что если мы и можем применить это, то только к тому, потому что Иисус дальше будет говорить о прощении, имеется в виду, о том Иисус просто два раза повторяет, как всегда, Он это любит делать разными образами. Здесь Иисус обращается к тому, против кого согрешили, чтобы не таить злобы на этого человека. Да, ты его отодвинул, он же только что сказал, почему я вам сказал, что тот образ Иисус сказал не только к тому, кто сам соблазняется и становится, соответственно, носителем или источником соблазна в мир, да, кто сам на что-то соблазнившись, дела стали его и слова, естественно, он сам стал этим источником. Скорее всего, он это от кого-то принял, неважно, от сатаны, от своих дурных помыслов или еще что-то. Здесь Иисус лишь второй раз нам это продолжает, говорить о том, в чем, просто более прямыми фразами, хотя, как мы видим, есть и прямые, и образные опять. Да, ты отодвигаешь этого человека, но ты не пренебрегаешь им, не презираешь его. Здесь то же самое Иисус говорит. Да, он тебе как язычник и мытарь, да, ты с ним можешь даже не общаться, дав ему показать, что ты, так скажем, обижен, ты расстроен. Почему ты, брат, как ты, брат, мог меня обидеть, как ты мог у меня своровать это вообще, это уму непостижимо в церкви. Ты не попускаешь этому греху, говоришь, да, ну ладно, ладно, живи, воруй дальше у других, пусть все так возмущают, пусть все вот так вот, да, да, ты у всех будешь воровать, таскать в раздевалке. А мы, не удивляйтесь, что такие вещи, говорю, что такое не может быть, мне такие вещи рассказывали. Да вы все знаете, мы в обычном мире живем, причем это могут быть, я говорю, допустим, дети, эти же так называемые, члены в церкви, ладно, взрослые люди, а их дети еще могут разные путь пройти, мы все прекрасно знаем. Они могут там в храме песенки петь, и в раздевалке он может подтаскивать, и покуривать, и попивать там, всю юность пройти, как и все мы. Вот, и все мы это знаем, я не сказки рассказываю, сто процентов такие реальные случаи есть, вы все все прекрасно знаете, все мы с кровью и плоти, все это проходили. Вот, думать, что у святых рождаются святые, это полный, конечно, бред. Вот, люди святыми становятся, они рождаются. Вот, поэтому здесь Иисус опять и другую просто говорит, конечно же, в себе не завяжи ты, который даже его отодвинешь по причине его греха, ты здесь с грехом не соглашаешься, ты не можешь просто так признать, типа, ну ладно, я не прав, ты там. Нет, Иисус говорит не об этом. Вот, речь говорит об этом. И второе, о чем Иисус дальше расскажет, потому что Петр его спросит о прощении. Конечно же, здесь уже Иисус говорит, хоть здесь не сказано, если, и то это, дошло до нас эти переводы, не забывайте все это. Здесь вот, если подставить слово, если он покается, обратится, тогда ты должен его простить. Иисус говорит, что все, что истинно, говорю, что вы завяжете, то будет завязано на небе, что развяжете, то есть отпусти человеку это, если он к тебе обратится, потому что дальше он говорит, истинно говорю вам, что вот им, если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы не попросили, будет от Отца вашего небесного. И говорит, что естественно, где двое или трое собраны, там я, там любовь. У этих людей сейчас любви уже нету, они ее сами выкинули за борт, они Иисуса сами отодвинули. И он им говорит, да, верните, верните меня. Я даже вот именно кратко скажу, и мы вернемся к этому месту. Дальше идет речь, что мы читаем. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз мне прощать, то есть мы видим, что они поняли, что речь, почему я вложил сюда прощение, да потому что Петр даже понял, и дальше спрашивает о прощении. Вам кажется, что я толкую, я вам говорю, ничего я не толкую, здесь все написано, просто я знаю, до и после. Но Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до семи ли раз? То есть он понял, что вот это вот развязывание, а возможно там Иисус более подробно сказал, евангелисты писали, как мы знаем, по памяти, образно говоря, да, они не стигнографировали эти события, до семи ли раз? Иисус говорит, мне говорю тебе до семи, но до семи, ежды семидесяти раз. Ну, кто знает, это имеется в виду бесконечно, да, вот. Иисус рассказывает, мы даже читать ее не будем, а так напомним, вы помните, о негодном рабе, которому господин все простил, он пошел со своего должника десять копеек трясти, и Господь ему сказал, что и разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему все долго, так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца братва своему согрешений его. Но при этом мы видим, что Иисус сказал простить тогда, когда этот человек покается. Ты не презираешь его. Как язычник и мытарь, я говорю, тут надо иудейскую, тут это не традиция, а образ жизни, до которой они докатились, что все кругом они тут святые, непорочные, все кругом грешники. Вот. Иисус им лишь образ дает. Да. Мы понимаем, что Иисус учил не пренебрегать этими людьми, не презирать их, не возвышаться над ними, не надмиваться над грешником. Да. Но ты вот себя отодвигаешь, получается, он нам об этом два раза сказал в разных образах. Вот и все. И теперь по поводу уже этой фразы и более такого пространного ответа на... Эх, никак запомнить не могу. Юлии Булентеевой. По поводу того, что мы выходим из одной системы и создаем другую, чтобы вот это... Я говорю, слушайте, вот Иисус, когда... Давайте я молитву где у него в Гессиманском, чтобы у вас какие-то изображения были. Так, сейчас. Вы вспомните про молитву Иисуса. Вот он, когда молился... Я вот всем, когда меня начинаю, там за молитву то же самое. Вот, надо в капищах в этих молиться, в собраниях. Я говорю, слушайте, вообще пробовали там молиться? Я был и в православных, в протестантских. В православном я, кто знает, три года практически отпахал в алтаре, можно сказать, да? Слушайте, там вообще можно молиться? Я говорю, почему-то в Писании, когда Иисус хотел побыть с Богом, Он всегда оставался один в пустынных местах, наедине, на горе, в какой-то потаенной комнате, в лесах, в садах. Я говорю, вам не кажется странным, что ни одного места нам не скажено, где Он молился, собирал, говорит, давайте помолимся по соглашению? Никогда Он этого не делал. Когда Он хотел побыть с Богом, Он всегда оставался наедине. И кто знает, спорить со мной не будет. По-настоящему ты с Богом, только когда, когда тебя вокруг ничего не отвлекает. Ты не можешь смотреть одновременно, грубо говоря, телевизор и быть с Богом. Ты не можешь одновременно общаться там с ребенком, с мужем, с женой, вообще вести какую-то деятельность и быть с Богом. Не зря люди уходят в монастырь. Для чего? Быть с Богом. Как в мирской, как они говорят, суете можно быть. Ты же не можешь два дела одновременно делать. Ты весь в работе, у тебя мозги заняты, ты работаешь, ты что-то делаешь. Собрания те же самые. Там что только из них сделали театральное шоу, там что только нету. Только все сделано для того, чтобы ты просто не побыл с Богом. Кто знает, побыть с Богом, послушать тот голос его, который внутри тебя начинает говорить, ты задаешь ему вопросы, он тебе на что-то отвечает. У нас и так в жизни вот крупицы времени, у кого действительно суетная, как говорят, мирская жизнь. Дом, работа, дом, работа. Вот и все. Тернии волчьицы, как бы это семечко не заглушили. И выходные, в которые куча дел надо опять бытовых домашних сделать, побыть с семьей, с друзьями. И когда нам, хоть где-нибудь на пять минут, мне кажется, что семейные люди, у них, наверное, одно место уединения. Простите, я скажу, гальюн, да? Туалет. Все, другого, наверное, нету. Особенно у кого полно детей, там родственников, еще и живут в коммуналке. Где еще уединиться? Наверное, единственное место, где он может помолиться, реально, на туалете, побыть с Богом. Вот и все. И церковь. Я видел, я в таких не был, собраний, но я был в православных, какая разница, когда на праздники, вот это вообще дурдом. У протестантов то же самое, у них каждый день там праздник по полторы тысячи, допустим, есть такие собрания. Что там? Ты пока с каждым увидишь, позариваешься, какой Бог? Ну, ты с людьми, да. Поэтому по поводу того, что я говорю, в вопросе Юли, у нее звучит такое, знаете, что, чтобы, типа, пока вы будете думать, что Бог, он внешний, я к чему хочу, конечно же, подвести. Вы прекрасно знаете, что Иисус сказал, царство Божие внутри вас есть. Царство, оно без царя невозможно. Значит, царь там, где его царство. Царство ему нужно создать. Он же не приедет на, простите, руины. Вообще-то, Бог человеку создал прекрасный рай. Чтобы туда царь въехал, надо вообще царство ему там создать. И это внутри вас. Слушайте, Айян Богослов, когда говорит, что пребывающий в любви к человеку пребывает в любви к Богу и Бог, любовь в нем, мне для того, чтобы любить, мне нужно кто-то еще? Обязательно. Причем, вы знаете, я вам постоянно проповедую учение, истинное учение Иисуса, которое говорит, что Евангелие, христианство, начинается с чего? Учение Иисуса, с любви к врагам, и на нем заканчивается все остальное, любит любящих грешники. Иисус учил любить любящих, конечно, тоже учил, но это участь грешников, а они все, известно где. А любить посторонних нас, людей. Да, Иисус сказал, иди и поступай, так же и будешь иметь жизнь. Ну, жизнь мы все имеем, но знаете, одному жить хочется, жить не хочется, мне он каждый день плачутся в личной переписке, у кого что, у кого 100 детей, уже не знает, куда от них деться, денег нет, нищета, болячки, жить можно по-разному, а кто ты ешь, пей, веселись, на курортных Гавайях, целыми днями, коктейль за коктейльчиком. Слушайте, Иисус когда говорил о жизни вечной, вы разберитесь в Писании, жизнь вечная, и благо бытие, благая вечная жизнь, это разные вещи. Иисус сказал, это его Евангелие, а потом его апостолы повторяли, что некоторые, а точнее основная масса, потому что путь в Царство Небесное узок и тернист, и немногие, трудясь, входят в него, а остальные идут путем пространных, погибель. Иисус говорил, что многие вот эти вот воскреснут на осуждение, и Павел говорит, что по воскресенье одни будут получать за добро, христиане, другие, делающие, творящие вот такие беззакония, согрешая даже против учеников Христовых, против братьев и сестер, будут получать, соответственно, за это зло. То, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Слова апостола Павла, которые протестанты, все поискрасили, кто выкинул, не способны, даже не способны их извращать, кто извращает их. Так мне, чтобы любить, мне кто нужен, мне нужен кто-то. Пока вы, конечно, будете относиться вот это ко всему по плоти, что где мы двое или трое собрались, слушайте, а где любовь между людьми, там Иисуса нету, там Бога нету. Имя Иисуса какое. Иисус вот в этой же гефсиманской молитве по Евангелии от Анна, благодаря Ему мы знаем ее большую глубину, чем мы видим через синоптиков, когда, казалось бы, Он просит и молит только о себе. Оказывается, основную часть этой гефсиманской молитвы Господь просил о своих учениках Иисуса и говорил, что Он открыл нам имя свое, имя Отца, для того и пришел. И это имя, это любовь, которая пребывает, которую Он любит нас, чтобы в нас пребывало, чтобы мы любили других. Он же об этом там молится. Так в нас есть эта любовь. Ну понятно, вы знаете, здесь точно такие же мирские образы. Слушайте, вот я говорю, у меня даже детей нет, и то я им все время привожу специально эти образы, потому что у вас они у всех есть. Но я не с неба свалился, я человек из плоти, из крови, такой же как и вы, а вы такие же как я, и живем мы на одной и той же земле, круглой. Ну не важно, шарообразной или плоской, это вообще каравол кто-то с чем насыться. Слушайте, ну к тебе подошел один ребенок, что-то просит, мам, давайте там в кино сходим, там мультик такой, ты говоришь, сынок, ну сейчас некогда, второй подходит, третий, ты говоришь, ну ладно. ну здесь то же самое, но если у тебя есть верные во имя собрались, это не тот, кто тебе язычник и мытарит, ну какой посреди вас Христос. И то, смотрите, дети могут быть в ссоре, вот я казалось бы об этом говорю, а вот скажите мне, пожалуйста, ну даже дети в ссоре, ну что-то там не поделили, и оба подходят об одном и том же, просит, вы им дадите? Дадите? Опять то же самое произойдет. Один подходит, тоже хочу, ну да, они там поссорились, ну и что? Иисус, конечно же, имел в виду, ну язычник разве просит Иисуса о чем-то? Нет. Сейчас уже настоящий язычник, не как там язычник и мытарь, ну не христианин. Ну конечно же, если мы двое или трое просим истинного Бога, ну вы знаете, опять вот, когда мы это перерастаем, кажется многим, что такие как я, которые перерастают какие-то из возраста в возраст, переходят, да? Ну же Господь говорил о том, чтобы мы выросли, и Павел об этом очень хорошо говорил, и стали мужами совершенными. Вы знаете, кажется, что мы даже искажаем Евангелие, на самом деле, это просто познание истины. Слушайте, ну когда любой, самый грешник на земле, ни во что не верующий, Бог его своим промыслом к себе приводит как-то, неважно, это какой-нибудь забитый наркоман, и уже все, у него уже сил нет, неважно, человек какой-то горе, он вопит к Богу, Творцу неба и земли, что он ему не помогает. Вы прекрасно знаете, что помогает. Когда ты это перерастаешь, вот это все, да, Иисус говорил ступеньки, да, мы все это пробовали, все это проходили, но вы должны вырастать. Когда вы это вырастите, я говорю, вы будете как Иисус. Иисус, чтобы молиться к Отцу, никого не собирал. Он не делал молитвы по соглашению, он наоборот уходил от всех. Когда вы вырастите в это, вы будете такими же, как Иисус. Так что, я не знаю, надеюсь, я вам ответил, как на этот вопрос. Посмотрите на Иисуса. чтобы Отцу молиться и просить его о чем-то, сколько, двое или трое вокруг него собирались. Нет. Когда он хотел побыть наедине, он вообще об этом, когда он о чем-то, когда он все делал, как власть имеющий, и учил так делать, и давал власть так делать, он говорил, что двое или трое должны о чем-то об этом просить. Это все детские, возраста, начальные этапы, да. Мы все это проходим, какие-то культы, все эти религии, обряды. Многие говорят, что все это должны делать, я не согласен с этим до конца, не знаю. Я могу с этим согласиться только при условии, как говорил, принять тогда полностью реинкарнацию. Потому что факт жизни показывает, что люди не проходят один и тот же путь. Вот мне не нужны были все эти секты, я был благодарен Богу, чтобы не было никакого этого православия, этой гремучей, тоталитарной финансовой пирамиды, сектовой пирамиды, католицизма, того же самого, протестантизма. Ничего хорошего нет, что люди в это вляпываются, что людям все это надо проходить, сколько тратят времени, жизни на это. Нет. Почему вот им я не такой, есть такие, как я вот им? Значит, надо принять, что мы не одну, может быть, мы и проходили все это. Я говорю, вы понимаете, возможно, что все мы с вами и убивали. Если вы в этой жизни не убийца, и вас это вот так вот, что вы... Значит, вы прошли этот опыт, скорее всего, этот опыт в прошлых жизнях. Потому что думать, что мы вот такие, почему-то кто-то такой ангелочек уже на этой земле, кто-то как сатана до сих пор. Все должны стать Богом, да. Для этого нужно покорище, нужен жизнь, нужен опыт. Вот. Поэтому у нас вот с этим, я говорю, вырывать просто стихи, там где двое все, там Иисус, а где один, там его нет. Ну что это? Ну Иисус остался один. Путь вообще, вообще смысл христианства. Раз Иисус пришел для того, чтобы создать вот эти вот собрания. Вы же прекрасно понимаете, что нет. Евангелие Иисуса, его учение обращено к личному человеку, стать Богом и примером и дорасти до такого, чтобы за тебя, за тобой ушли, как за Иисусом. Чтобы ты был точно таким же, живым причем примером. Он именно поэтому явился во плоти. Он мог и с небес все это дать, через Иакова, очередного апостола, пророка, проповедника. Они могли написать точно такие же заповеди. Теперь уже вам сказано древним, любите ближнего, ненавидь врага своего. А вот мне Бог открыл Коран с небес, что надо любить врагов, благословляйте, благотворите, молитесь. Если даже будет с вас одежду снимать, отдайте, будет верхнюю снимать, отдайте нижнюю, будут распинать, отдайте себя. Это все можно было говорить. А кто это сделал? Иисус сделал и сказал нам делать так же. Прям в себе являть реально Иисуса. Мы его не заменяем по духу, но мы реально являем его во плоти. Иисус сказал, что вы должны быть точно такими же, как я. Павел, уразумев это, так и писал. Подражайте мне, он играл Иисусу, подражайте мне, как я Иисусу, как я Христу. Вы помните эти фразы? Мы должны людям реальный, не сказочный образ, не сказочного Иисуса передавать, а реально это самим исполнять, давая другим в себе пример и образец евангельской жизни. Это очень важно вот это вот уразуметь. Иисус не для того, чтобы пришел, чтобы мы в собраниях сидели, опять песенки пели Бог, как делают все народы. Это личное Евангелие, это личная святая жизнь каждого человека. Вот это суть жизни, да. А пока мы все будем насыться, в какое мне собрание, да, чтобы Иисус появился, где-то там у вас Дух Святой пришел, или там начали на нем бормотать, упиваться им, или что там еще делают. Это все ерунда. Конечно же, речь идет о личностном всегда, о личностной святости. Вот суть Евангелия, это надо понимать. А так вот вырви это. Мы же видим, о чем говорилось. Целую главу с вами прочитали, восемнадцатую. Это уже Божьи такие уроки назидания, вот именно, как вести себя потом, как любить тех, которые будут все называться уже учениками. Они уже назывались при нем, и будут называться. Вот. Иисус нам дал, все объяснил, все рассказал. Почему я говорю, Евангелие, оно, конечно же, великолепно в этом плане. Сколько у нас примеров, да. Все он нам показал, как делать, вот, да. Ну, а то, что люди просят, слушайте, мы получаем далеко не все, что просим. И вы хоть всем миром будете просить, как Иаков говорил, а если просите не на добро, потому не получаете. Просите для похотей ваших и так далее. Тут можно же все, сюда же можно и другое добавить-то. Я говорю, неужели вы действительно настолько низко плаваете, что думаете, что от того, что вы живете даже, ну, изучите ту же самую историю, так называемой, церкви. Всех этих монахов. Да, они вообще в Удинии уходили и считали самыми святыми всегда, кто вообще жил годами невыходно. Ну, я, конечно, не считаю, что в этом великая святость, потому что из этой пещеры когда-то святой должен выйти, чтобы потом святить. Вот. Там, конечно, тоже перевернули. Вот. Ну, в этом есть смысл, есть над чем задуматься. Не зря всегда так это было. Вот. Почему-то это посчиталось завыше, чем жить. У монаха уединенник, который вообще уходил, чтобы его глаз, со взора глаз людских, что он даже уже не среди, там, как говорит, скит, где два-три там хотя бы живут, и уж тем более не в общежительном монастыре, и уж тем более не в мир. Он вообще уходил. Вообще уходил. Что ж тогда? Где двой или трой там Христос? И говорят, что они с Христом там все общались. И эти явления, свидетельства, я говорю, это самые высокие в тех же самых православиях, католицизме святые, которые действительно прошли вот этот путь, а возможно в нем там и, к сожалению, остались, в этой типа святости там. Вот. Всех их почитают за самых великих, а всех там описано, что они Христа, знали, общались, явления стяжали нереально. Там Дух Святого светились, летали, молясь. Молились они одни, не двое или трое. Ну, понятно, для протестанта православное католическое учение является искажением. Ну, хорошо, я говорю, примите вот другие, я вам все эти вещи показал. Разве в этом святость? Разве Евангелие в этом? Разве Иисус учил нас просто тупо, тупо весь смысл был собираться? Рад чего? А что, твою одну молитву Иисус не слышит? Слышит. А что, ты любовь оказываешь, идешь и нуждаешься, протянутой рукой, ты ему рубль подаешь. Между вами нет Христа? Ты ему подаешь, ты любишь, дело любви проявляешь. Он тебя благодарит, у него сердце распахивается. Ну, хорошо, рубль скромно звучит, десять тысяч ты ему бросаешь, у тебя есть. Тысячу рублей подаешь. У него глаза счастливые, полные, сердце исполняется чем? Благодарностью, значит, любовью. Посреди вас Христа нет, посреди вас Бога, Творца неба и земли нет, сущности. Да, вы ее только что явили. Один любит, другой благодарит, потому что ему дать взамен нечем, кроме простого спасибо. Все. Ну что, как мы долго будем низко ползать вот так вот, вот что мы просто во имя Иисуса собрались. Ну и что, а оказывается, во имя Иисуса все это собрание может быть похоже на собрание мытарей и грешников, и язычников. Вот и все, Иисус об этом прямо сказал. Вот так вот. Один стих это еще не все Евангелие, это надо всегда запомнить. Есть разные моменты, есть разные, к разным конкретным получается случаям. То есть мы видим, как мы должны поступать. В том же самом так называемом собрании верных. Да, да, человек против тебя согрешил, обидел тебя как-то, не хочет раскаиваться даже при разборках всей церкви. Может, вся церковь на его сторону становится. Ну, ты задвигаешь этого человека. При этом ты в сердце не презираешь его, ты не пренебрегаешь, ты в сердце ничего не завязываешь на него зло. Ты просто внешне его отодвинул, чтобы он знал, что ты же знаешь, что он согрешил. Может, у тебя доказательства есть какие-то. Камера, ладно, камеру, видеозапись можно было другим показать. Ты сам увидел, да. А он, не-не-не, и все, человек уперся, ему страшно за свою праведность, что все его знают. Он говорит, я не делал. А он, да я зашел, я видел, как он у меня в вещах ковырялся. А он не признает. Да, доказательств нет. Что сделать? А ты знаешь, и ты говоришь, нет, родной, ты когда покаешься, придешь ко мне. Может, мы до конца жизни не примиримся. А почему ты должен мириться с вором? Я вот этого всегда понять не мог. Почему? Объясните мне, если я что-то не понимаю. Какой-то дочлен церкви, и какой он человек, он себя давно изверг, Господь правильно сказал, он уже в аду. Ты к нему должен относиться по-другому. Ты ему поможешь тоже, в нужде нужно будет поесть, попить, лекарства, крышу над головой, да. Но общаться с ним нет. Очень важно понять. Вот. Так человек не покается. Ну, у меня все. Надеюсь, кому-то что-то было полезно, назидательно. Можете, конечно, со мной спорить. Вот. Но для меня эти вещи очевидны. И все эти насыни, что вот по плоти, когда мы все это ищем, Бога там думаем, что мы где-то найдем. Все это далеко вас не уведет. А если надо познавать, надо становиться совершенным, как Иисус Христос. Он не нуждался ни в каком собрании. И мы все так должны до этого дорасти. Не в этом суть. Не в этих субботних воскресных собраниях. Я, может, хочу гулять в субботу, воскресенье. В этом ли дело? Или сходить к тому человеку, которого я действительно люблю. Зачем я буду идти туда, где одни мытари и грешники? Я их не презираю. Он позвонит, я скажу, да, что ты хотел. Зачем я буду ходить туда? К язычникам? У меня есть, может, лучший друг какой-то. Может, он даже не верующий, но он меня действительно любит. А этот у меня из кармана тащит в глаза мне честными, непорочными, смотря своими глазками. Ответьте себе на этот вопрос. У меня есть ответы. Все. Всех обнял, поцеловал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok